Субтитры создавал DimaTorzok Давайте, так сказать, подискутируем. Даже я видел, да ни хрена она не показала, сколько не просили. Всех женщин в его семье обидел и так далее, которые обычно ни хрена не видят. Здравствуйте, я Александр Беленький, обозреватель по боксу. Это Russian Fight Club. Обещаю, что будет интересно. Ну, как нетрудно догадаться, сегодня мы будем обсуждать недавний бой Мурата Гассиева с Кристофом Владарчиком. Мурат Гассиев чемпион по версии IBF. И бой этот является частью турнира восьми сильнейших в весовой категории до 90,7 кг. Ну, что сказать, изначально мы все видели, даже я видел, который обычно ни хрена не видит, так вот даже я видел, что здесь только два варианта развития событий. Это первое, что Гассиев победит быстро нокаутом или техническим нокаутом. А второй вариант, что Гассиев победит медленно, то есть во второй половине боя тоже нокаутом или техническим нокаутом. Ну, как вы все знаете, первый вариант, даже я тоже, как обычно, знаю, с задним умом крепок. Вот, так, значит, сработал первый вариант, там всего два с половиной раунда было. По сути, бой закончился уже, я бы сказал, в первом раунде, когда Владарчик проиграл дуэль на джебе, когда он понял, что даже джеб Гассиева это, ну, в общем, как говорится по-английски, чуть больше, чем он может съесть. Вот, и, в общем, потерял нить поединка. Ну, а Гассиев там царил, резал углы, ловил на противоходе, все, что угодно делал. Хорошо размял его во втором раунде, а в третьем вывел на замечательный нокаутирующий удар в печень. Когда другого бьют печень, это всегда очень здорово, блин. Только вот не дай бог самому пережить, особенно когда вот там место такое есть, хорошо, когда попадут. Так вот, хорошо попал очень в печень, причем он спрятал этот удар нокаутирующий, он спрятал не только в комбинации, он спрятал в бою. Он весь бой как бы готовил Владарчика, что так он будет охотиться за головой, а корпус там, это такое дело второстепенное. Вот, и, то есть это ни в коем случае не был шальной удар, это был выверенный, точный удар, на который Гассиев Владарчика вывел. Ну, а теперь, как нам говорили в школе, помните, что нам показал главный герой там, что нам показала главная героиня, да ни хрена она не показала, сколько не просили. И вот здесь, что нам показали Гассиев с Владарчиком? Ну, Владарчик, к моему глубокому сожалению, я его неплохо знаю, я очень хорошо к нему отношусь, а он показал, что он как ехал с ярмарки, так и продолжает ехать. Вот, и, в общем, сколько будет еще выступать, столько и будет ехать вниз. Вот, а при этом он остается очень хорошим боксером, и не надо ни в коем случае умалять значение победы Гассиева над ним. А вот, что показал нам Мурат Гассиев, это большой, хороший и приятный вопрос в данном случае. Потому что мы всегда считали, знаете, я так люблю прятаться, да, вот, когда я считал не очень правильно, вот мы считали, так вот мы считали, что, значит, мы, не я, мы считали, что Гассиев такой достаточно прямолинейный боец такой, в общем, а он себя в этом бою показал каким угодно, но не прямолинейным. И в данном случае совершенно неважно, выполнял он установку тренера, или он сам такой хитрый оказался, вот, потому что, вот, как я уже говорил, он замечательно спрятал, вот, нокаутирующий удар, он всю дорогу обманывал Владарчику, он ловил его на противоходе, он резал углы, в общем, замечательный, выверенный поединок провел, вот, и не оставил Владарчику никаких шансов. Будущее Гассиева в этом турнире восьмисильнейших бойцов весовой категории до 90,7 кг мне не кажется еще абсолютно решенным, да, то есть, что там будет? Все, наверное, обратили внимание на такого бойкого черного джентльмена, который выскочил в ринг с таким чемпионским поясом WBA на плече, такой, готовый драться хоть сейчас, там, посмотрел, значит, на Гассиева, там, когда их поставили друг против друга, он так посмотрел на него, как будто тот, как я там в какой-то статье написал, там, всех женщин в его семье обидел и так далее. Прям, ну, страшно, страшно смотреть, со стороны-то по телевизору страшно. А Гассиев рассмеялся, причем искренне так, легко, это, конечно, здорово смотрелось, очень выигрышно, вот, потому что было видно, что это то, что он чувствует. Вот, тем не менее, я должен сказать, что Дортикос очень хороший боксер, как мы, к сожалению, недавно убедились в поединке с Дмитрием Кудряшовым, в его поединке, вот, ну и что? Он поставит перед Гассиевым совершенно другие задачи. Он, по сравнению с Ладарчиком, он быстрее, сильнее, моложе, у него никак не хуже чувство дистанции, в общем, просто какой-то скопище достоинств. Вот именно потому, что Дортикос такой хороший боец, я бы не хотел сейчас строить никаких планов на финал, в котором, вот, победитель боя Гассиев Дортикос выйдет на победителя боя Бриедис, Марис Бриедис, Александр Усик. Я думаю, что выйдет Усик, но это, в данном случае, совершенно неважно, что я там думаю, что кто-то еще там думает. Важно, что сейчас у Гасси, вот, очень сложный поединок с Дортикосом, и о финале думать просто рано. Ну, а теперь, когда я все сказал, давайте, так сказать, подискутируем, точнее, побазарим. Там вот комментарии, очень можно многое обсудить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки не ставьте, на колокольчик там жмите, еще что-нибудь такое хорошее найдете, тоже обязательно нажмите. Вот, ну и ждем вас у себя в гостях снова. А теперь, блядь, все хоры, блядь, подписываемся на канал, ставим лайк, колокольчики, хренольчики, а почему нет?